И сегодня, знаешь, как тема нашего служения, это счастье, наследие для избранных. И ты можешь тебе написать название проповеди. Счастье, наследие для избранных. Напиши это. Счастье, наследие для избранных. Я хочу вместе с вами открыть первый псалом. Первый псалом. И здесь так интересно, но не зря этот псалом первый. Не зря именно он оказался в самом начале. У Бога ничего не бывает просто так. И вот обратим внимание, первый псалом написано так. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. И все мы знаем, что слово блажен на старославянском языке, вот это в старое время блажен, это всегда значило одно. Но счастлив, блаженный, счастливый. Поэтому если перевести на современный язык, то можно прочитать так. Счастливый, тут написано муж. Но на современном языке мы говорим так. Счастливый человек, счастливый мужчина, счастливая женщина. И который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Вот смотри, три стиха. Но эти три стиха открывают нам очень важную истину. Каждый из нас мы хотим быть счастливыми. И я вам скажу, счастье это действительно наследие для избранных людей. Знаешь, только избранный Богом человек, ты избранный Богом человек. Скажи, я избранный Богом человек. Вот только избранный Богом человек, только Божий человек, может быть по-настоящему счастлив. потому что истинное счастье по-настоящему счастливым нас может сделать только бог и отношения с ним без бога человек не может быть по-настоящему счастлив он может быть временно счастлив но по настоящему счастлив счастлив не от внешних обстоятельств счастлив там глубоко внутри и это счастье потом выливается наружу может быть только человек которого бог нашел избрал оправдал и спас это фундамент для того чтобы стать счастливым это первое избранный богом человек но теперь послушай смотри прямо в первом псалме вот бог открывает нам через давида как сделать так чтобы человек был счастливый и первое что мы понимаем чтобы человек был счастливым он должен осознавать первое ты можешь себе это записать он должен осознавать кто он что он избранный богом человек первое я избран богом и это значит что я уже могу радоваться и наслаждаться я уже могу поднимать свою голову и с улыбкой идти по этой жизни потому что сам великий бог нашел меня и избрал и назвал своим сыном и своей дочерью и ты представляешь избранник божий ты избранный богом человек аллилуйя молодцы вот знаешь когда ты осознаешь начинаешь правда кричать аллилуйя потому что на самом деле от осознание того кто я есть приходит вот это осознание счастья чем больше человек осознает кто он тем больше он будет чувствовать себя счастливым когда ты понимаешь что бог тебя нашел бог тебя избрал бог тебя оправдал бог тебя призвал бог тебя поставил вот дал тебе церковь дал тебе духовную семью дал тебе наставника вложил тебе в видение послушай приготовил для тебя вечную жизнь дал тебе духа святого который ведет себя держит тебя за руку и все что тебе нужно просто быть послушным доверять уповать на него и начинать чувствовать себя счастливым человеком потому что на самом деле блажен человек тут написано блажен человек из посмотри в законе господа воля его и о законе его помышляет он день и ночь его знаешь так интересно в первом стихе мы читаем о том что он делает а во втором стихе мы читаем о том что он делает первом стихе мы видим он не ходит на совет нечестивых не стоит на пути грешных не сидит собрание развратителей если сказать это современным языком знаешь чего он не делает божий человек он не живет по законам этого мира он не живет так как живут люди этого мира он живет по-другому он живет уже как божий человек и жизнь божьего человека и жизнь грешного человека отличается это разная жизнь каждый из нас когда ты был неверующим и потом ты стал верующим человеком послушай каждый может сказать что было тогда и что есть сейчас тогда я был потерян тогда я был без надежды тогда у меня не было даже цели в моей жизни тогда я просто погибал кто-то в наркотиках кто-то в алкоголе кто-то в депрессии кто-то в одиночестве кто-то в болезни кто-то во всем сразу но знаешь каждый был вот в этом мирском образе жизни но библия говорит здесь нам смотрите что он делает но а законе но в законе господа воля его и о законе его помышляют он день и ночь итак первый секрет чтобы быть счастливым нужно осознать что ты избранный богом человек и вот тут мы видим второй секрет а второй секрет менять свое мышление потому что посмотри первый стих показывает нам что есть мышление людей неверующих второй стих показывает а вот мышление верующих людей первый стих нам говорит что божий человек он не думает так как думает этот мир он не сидит и не говорить с ними о том что все плохо и если он приходит он говорит все будет хорошо он не идет с ними вместе делать какие-то нехорошие дела но послушай самое начинается все вот здесь начинается все с нашего мышления и получается что на самом деле по-настоящему счастливый человек это тот кто учится правильно думать скажи я божий человек я избран богом и у меня правильное мышление и мое мышление отличается от мышление неверующих людей аминь вот знаешь чем мы с вами в первую очередь должны отличаться от неверующих людей нашим мышление мы по-другому думаем знаешь внешне мы все одинаковые ты выйдешь на улицу ты не ты возможно даже не поймешь где верующие люди где неверующие люди может разве что по глазам там потухшие там горят но знаешь я тебе скажу внешне можно не определить все определяет то как мы думаем определяет твое счастье то как ты думаешь и так интересно но именно наши в наше мышление определяет кто ты есть на самом деле как должен думать избранный богом человек он должен думать только позитивно он должен думать только вот здесь написано но в законе господа воля его и написано и о законе бога он помышляет день и ночь читаешь думаешь господи как это как это день и ночь помышлять о законе но если это перевести на наш современный язык ты помышляешь о хорошем ты помышляешь о самом лучшем ты знаешь что ты с богом ты знаешь что все будет хорошо ты знаешь что ты все преодолеешь ты знаешь что ты не один ты знаешь что у тебя все получится ты знаешь что все будет хорошо ты просто даже несмотря на наши каждодневные какие-то дела заботы трудности периодически приходящие ты все равно знаешь что все будет хорошо это не контролирует твою жизнь это не раздавливает твою жизнь это не руководит твоей жизнью нет на самом деле бог руководит твоей жизнью и ты думаешь только о хорошем ты ждешь хорошего ты смотришь на хорошее плохого ты просто не замечаешь вот это делает нас счастливыми людьми знаешь человека можно посадить в золотой дом обложить его самыми дорогими вещами но если у него негативное мышление он будет иметь все и при этом никогда не будет счастлив потому что он все равно всегда будет внутри подавлен и разочарован но послушай человек не имеющий возможно никаких материальных благ вообще ничего если он позитивно мыслит даже не имея ничего он уже будет счастлив потому что он будет знать а все будет главное я вот жив здоров все будет а даже если чуть-чуть где-то не совсем здоров буду здоровым аминь и с каждым годом я молодею аминь и меня ожидают только самое лучшее аминь мы должны мыслить как божьи люди библия учит нас вот как мыслит божий человек знаешь о законе помышляет день и ночью законе господа воля его звучит как то так знаешь как то непонятно религиозно послушай все очень понятно на самом деле думать о законе думать о боге это думать о хорошем прежде всего когда я доверяю богу тогда я ничего не боюсь когда я доверяю богу тогда я знаю что все будет хорошо когда человек богу не доверяет тогда приходят страхи тогда приходится мнение тогда приходит негатив итак мышление определяет твое счастье мышление определяет твое будущее мышление делает тебя по-настоящему счастливым божьим человеком наше мышление и вот смотри римлянам 8 глава 6 стих сейчас покажу тебе это вообще очень интересный стих римлянам 86 помышление плотские суть смерть а помышление духовные жизнь и мир во интересно помышление плотские смерть помышление духовные жизнь и мир что такое плотские помышления плотские помышления это негативные помышления плотские помышления это думать так как думает этот мир помышления духовные это позитивное мышление это думать так как думает бог думать так как написано в писании ты понимаешь если ну библия это то слово за которое бог несет ответственно чтобы она была исполнена и поэтому она исполняется все до последней буквы и библия четко нам говорит если человек думает помышляет как там написано по-плоцки а мы говорим как негативно так как люди этого мира эти помышления приводят к смерти но если человек помышляет позитивно это приводит его к жизни и поэтому смотри когда мы дальше читаем наш первый псалом еще раз вам его открываю вот тут мы видим этот потрясающий третий стих и будет он вот этот человек первое божий избраны 2 с позитивным мышлением который не думая так как этот мир а думает так как учит его бог смотри каким он будет что такое счастье вот читаем и будет он как дерево посаженная при потоках вод которая приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет и во всем что он не делает успеет а давай расшифруем это что значит этот счастливый человек вот в чем его благословение в чем его счастье смотрите дерево при потоках вод вы видели деревья которые растут при потоках вод какие они всегда зеленые всегда листь листики там сочные они всегда такие огромные раскидистые они просто вот замечательные самые лучшие деревья это деревья которые при потоках вот это говорит о том что такой человек когда смотришь на него он расцветает его жизнь расцветает и расцветают разные сферы его жизни расцветает он и духовно и душевно и физически он расцветает потом посмотри как написано он лист его не вянет ты не будешь чувствовать увядание ты не будешь видеть увядание ты будешь видеть как годы идут а ты не увядаешь твоя душа не увядают знаешь бывают люди им 40 лет и мы у них еще вся жизнь впереди они уже считают себя стариками они уже думаешь и жизнь прошла они уже увяли внутри а есть люди которым 90 они внутри настолько молодые и цветущие что ты в жизни не скажешь что этому человеку 90 лет аминь это правда вот боже вот этот человек счастливый вот он такое это обетование для нас вот это правильное мышление но дает тебе это обетование что ты не будешь увядать не не внешне а самое главное в тут внутри ты не будешь видать вот тут ты не увянешь никогда ты будешь сильным твой ум будет острым ты будешь просто благословением для окружающих тебя людей аминь и написано и он приносит плод во время свое как хочется всем нам приносить плоды я знаю для каждого из нас это наша мечта это наше желание приносить плоды бывает если ты видишь что вот нет плода или не такой плод как бы тебе хотелось тебя это огорчает ты хочешь что был плод знаешь каждый человек он хочет видеть что его жизнь она приносит плод что его жизнь она служит для кого-то она является помощью для кого-то благословением для кого-то плод а самое главное наш плод этого спасенные люди этого знаешь ставишь себе цель я хочу одного человека в месяц приводить я так хочу господи это вот мой плод и который я хочу приносить раз в месяц для тебя помоги мне в этом послушай правильное мышление осознание свои свои своего избрания и библия гарантирует и обещают ты будешь приносить плод в свое время приходит месяц плод готов следующий месяц плод готов так говорит писание и потом видите в конце написано и во всем что он не делает успеет знаешь это можно растянить успеет что не будет опаздывать но здесь глубже написано успеет то есть будет успешным слышишь да во всем что делает будет успешным хочется знаешь взяться за что-то и добиться успеха знаешь сколько людей они начинают бизнес и у них не получается бросают а ты тот человек благословенный человек который если ты что-то начинаешь у тебя все должно получаться если ты берешься за что-то ты делаешь это лучше других если ты где-то работаешь ты работаешь лучше других на тебя смотрят и говорят вот этот человек вот он особенный он от всех отличается если ты семью свою строишь ты строишь ее успешно классно у тебя все получается ты хочешь так вот кто хочет это все я тоже хочу все мы хотим дорогой телезрители я знаю ты тоже это хочешь и этот псалом дает нам секрет он открывает нам вот счастье действительно это наследие избранных людей но избранные люди они реально отличаются они отличаются не может быть избранный человек по-настоящему счастливым если вымышление остается старым если он думает как этот мир если он боится чего-то как этот мир если он сомневается как этот мир если он допускает свои жизни знаешь какое-то неправильное что-то не может быть счастливым и так сегодня я коротко но я просто от всего сердца хочу тебе сказать учись думать так как учит нас библия учись думать позитивно учись смотреть на все божьими глазами как всегда смотрит бог у бога в глазах всегда есть надежда у бога в глазах всегда есть осознание что все хорошо учись чтобы не происходило в твоей жизни всегда знай бог все контролирует не может твоей жизни прийти какая-то ситуация которую просто бог не заметила она пришла и вот он руками разводит ой ну извини если что-то допущено в твоей жизни послушай значит бог видел это и значит он знает что ты можешь это преодолеть и он знает и он хочет чтобы все это было тебе во благо чтобы ты стал сильнее чтобы ты стал мудрее чтобы ты научился чему-то чтобы потом других людей научить чтобы ты нашел выход и потом другим показал выход поэтому все в нашей жизни как библия нам обещает любящим бога все содействует ко благу все содействует ко благу чего унывать если ты знаешь что все ко благу чего думать о чем-то нехорошим а каких-то там знаешь переживать о чем-то если ты знаешь что все содействует ко благу и так мой друг сегодня хочу сказать тебе ты богом избранный человек ты счастливый человек если ты будешь думать позитивно давай мы сейчас станем аллилуйя я хочу помолиться вместе с вами сейчас помолиться именно о твоем мышлении знаешь мы много говорим о мышлении вот поэтому мы говорим о нем много потому что это секрет секрет который если ты познал если ты его раскусил твоя жизнь меняется твоя жизнь будет как посаженная при потоках вот дерево твоя жизнь расцветет твоя жизнь преобразится ты будешь счастлив внутри ты будешь просыпаться утром с улыбкой на устах и это не будет зависеть от внешних обстоятельств это будет приходить от твоего осознания от твоей надежды от моего взгляда в будущее сейчас скажи вместе со мной я счастливый человек я благословенный человек я избранный человек я божий человек я успешный у меня все получается я все преодолею я все смогу я ожидаю только хорошего я знаю бог любит меня бог за меня я самый счастливый аллилуйя 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 и теперь закрою свои глаза подними свои руки драгоценный бог мы так благодарны тебе за то что ты нашел нас за то что ты спас нас за то что ты избрал нас мы благодарим тебя бесконечно за драгоценного духа святого которого ты дал нам чтобы быть нашим учителем и наставником боже мы благодарим тебя за все за твою защиту на нашей жизни за твою охрану на каждом из нас мы благодарим тебя за твое призвание которое ты даровал каждому из нас мы благодарим тебя что каждого из нас ты создал по своему образу и подобию и ты вложил в нас эти дары и таланты мы благодарим тебя за все что ты приготовил для нас впереди за все что ты уже сделал для нас великий бог мы благодарим тебя мы превозносим тебя и я прошу тебя господь благослови каждого человека в этом зале каждого телезрителя боже я молю тебя научи помоги каждому из нас иметь это позитивное мышление мышление божьих людей мышление этих божьих избранных людей мышление победы мышления веры боже благослови и положи сейчас руку вот на свой разум и попроси скажи господь дай мне всегда думать позитивно дай мне никогда не допускать каких-то негативных мыслей мысли поражения мысли сомнений мысли страха боже дай мне всегда хранить мое мышление быть позитивным человеком иметь это божье мышление людей победы боже дай это да это господи дай мне в каждом дне быть человеком который мыслит как победитель во имя иисуса христа и да будет так халлилюя амен халлилюя халлилюя халлилюя